В нашем обществе сложно найти мужчину, в чьем гардеробе не было бы пары-тройки пиджаков. И хотя этот вид одежды в основном ассоциируется с сильным полом, женские пиджаки тоже пользуются популярностью. Сегодня в «Сделано в Украине» мы расскажем вам о том, как шьют пиджаки. На этом предприятии их выпускают до 10 тысяч единиц в месяц. Производство начинается с экспериментального цеха. Сюда поступают лекала и техническая документация. Здесь шьют первый образец для пошивочного цеха. Делают раскрой первой единицы изделия. После утверждения он поступает на линию. На фабрику от заказчика поступают готовые лекала в электронном виде. Конструктор проверяет их и дает первую единицу базового размера на раскрой. После раскроя опытной единицы, ее от начала до конца прошивают в швейном цехе. В технической документации указана вся необходимая информация, включая артикул материала, из которого будут шить изделия. Единичная модель – это базовый пример, который шьют для утверждения заказа. На его изготовление обычно уходит один день. Затем нормировщики и раскладчики составляют полную раскладку на весь заказ. Это начало подготовки к производству. Некоторые модели краят вручную, но в основном эту работу выполняют машины. В подготовительной секции пошивочного цеха готовят некоторые детали для пошива пиджака. Например, бортовую подкладку. После раскроя на этом участке соединяют детали верха пиджака с прикладными деталями. Специальная машина склеивает их между собой. Рабочие настилают определенное количество слоев ткани нужной длины согласно документации, контролируя этот процесс. Машина помогает ровно разрезать ткань. С помощью специальных кнопок с иголочками работницы ставят метки на ткани, чтобы разные слои точно совпадали при на стиле. Этот автоматический комплекс раскраивает все детали. На мониторе – раскладка, которую ранее сделали раскладчики. Снизу расположен слой перфорированной бумаги, а сверху все настилы зажимаются пленкой и затягиваются вакуумом. При пошиве костюмов используют настилы в 15-20 полос. Но когда они попадают на эту машину, вакуум так стягивает все настилы, что их толщина составляет всего 1 см. Операторы снимают все детали, а затем идет их нумерация, чтобы при пошиве детали не перепутали. Когда оператор снимет изделие, на нем ставится небольшая метка, на которой указан номер карты, размер и номер настила. Затем их отдают на нумерацию. Там каждую деталь нумеруют. Здесь нарезают незначительные детали, которые не требуют особой прочности. Обычно это внутренние детали. Их нарезают целой пачкой. Детали, требующие особой точности, воротники, лацканы и так далее, вырезают по готовым лекалам. Некоторые унифицированные детали, имеющие одинаковый размер в одной модели, хранят в пачке, поскольку для них нумерация не нужна. Далее детали комплектуют в пачке в том виде, в котором они поступают в пошивочный цех. А так выглядит сам пошивочный цех. Все детали кроя поступают сюда, и начинается непосредственный процесс пошива будущего изделия. Запуск пошива начинается с этого стола. Сюда привозят детали подклады, все, что относится к внутренностям пиджака. В противоположную часть цеха привозят все детали, которые относятся к верхнему слою пиджака. Таким образом, с одной стороны цеха заготавливается подклада пиджака, а с другой – его верхняя часть. Например, эта машина шьет внутренние карманы. Далее карманы выворачивают и зашивают уже вручную на швейных машинках. Боковые части верха пиджака формируются в таком формовочном прессе. Для пошива боковых карманов используют такой же автомат, как и для пошива внутренних. Раньше всю эту работу приходилось выполнять вручную. Постепенно отдельные части верха пиджака сшивают между собой, утюжат и отправляют на дальнейшие операции. Каждый час мастер-контролер проверяет в своей секции каждую операцию, следя за тем, чтобы работники не допускали брат. Собрали уже ласкан, обтачали, воротник втачали. Сейчас обтачка борта, соединяется борт сверху. Отдельно заготавливают рукава пиджака. Позже верх пиджака под кладу и рукава соединяют в монтажной секции. Важной частью технологического процесса является глажка пиджаков. Интересно, но для этого используют специально настраиваемую программу под различные виды ткани. В ней задают такие параметры, как давление, пар, вакуум, верхний поддув. Вот в таком виде уже после пресса, видите, ровненько. После прохождения всех технологических процессов иглашки, готовые пиджаки отправляют на склад. А оттуда будущим владельцам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...